Всем добрый день! Я приветствую вас на своем канале. Здравствуйте! Я сегодня нахожусь на Смоленской набережной. Прекрасный солнечный день, прекрасное голубое небо, река, набережная, что может быть лучше для утренней прогулки. Итак, Смоленская набережная. Мы с вами дойдем от Киевской до Арбата и посмотрим, что же здесь есть интересного. Смоленская набережная продолжает Ростовскую от Смоленской улицы и Бородинского моста. Смолена проходит на север, справа на нее выходит проточный переулок. И за Новым Арбатом и Новоарбатским мостом у площади Свободной России набережная переходит в Краснопресненскую. Над набережной также проходит Смоленский метромост. Давно я хотела подойти к этому мосту поближе и показать его вам поближе и посмотреть самой. Мост очень старинный, я вам расскажу о нем. Сейчас вот отдельное видео, наверное, даже сделаю. У меня, по-моему, где-то есть видео, но я сделаю еще одно. Проект «Застроите Смоленской набережной» разработан в 1955 году архитекторами Борисом Бархиным, Владимиром Лермановым и Николаем Гайдаровым. В 2017 году Смоленская набережная была благоустроена по программе «Моя улица». Здесь расширена пешеходная часть, организованы смотровые площадки, установлены скамейки. И Смоленская набережная вместе с Ростовской и Савинской объединены в общую зону отдыха. Протяженность набережной почти километр, где-то 800 метров. И давайте сейчас я вам покажу, какие здесь еще есть достопримечательности, на какие можно обратить внимание. Ну, во-первых, дом номер 2, корпус 2 – это поликлиника МИД России. А вот дом номер 2А – это жилой дом для работников Министерства идеологии СССР. Убирается он дом геолога в народе, построен в 1956 году. Вот сейчас этот дом, вы видите, справа. Сейчас я перейду на другую сторону, прямо на набережную, и сниму вам этот дом, покажу вам этот дом полностью, дом геолога. Вот, посмотрите, какая красивая здесь набережная. Такой вот спуск красивой третей, река уже без льда, очень красиво все смотрится, хорошая погода, солнышко и красивая такая река, в которой отражается здание. И вот этот дом справа, такой длинный. В доме номер 5, дробь 13 – это жилой дом для генеральского состава, постройка дома, 1955 год. В доме жили балерина Екатерина Марсимова, историк Яковлев, маршал Николай Яковлев, Федор Фололеев, Евгений Савицкий, генералы. И в здании размещается художественная галерея на Смоленской набережной. И самое такое, мне кажется, интересное здание – это здание посольства Великобритании в доме номер 10, постройки 2000 года. Но дело не в постройке, а дело в том, что возле этого посольства на Смоленской набережной в 2007 году был установлен памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону работы Андрея Орлова. Памятник замечательный, очень симпатичный, и в скульптурах угадываются лица актеров Василия Ливанова и Виталия Соломина, исполнявших в свое время роли, соответственно, Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И сейчас мы это все посмотрим. Ну и, конечно же, на Смоленской набережной замечательный вид на противоположную сторону, на Москва-Сити. Этот комплекс виден отовсюду практически здесь, в этой части Москвы. И гулять здесь, конечно, одно удовольствие. Я уже сказала, тем более в прекрасный солнечный день. Ну и в конце улицы, дом номер 1231, это жилой дом Наркомата Обороны СССР. Дом постройки 1939-1940 годов, архитектор Щусев и Ростковский. Ну, а что касается Смоленского метромоста, то это однопролетный стальной арочный мост через Москву-реку, расположенный между станциями Смоленская и Киевская, Филевской линии Московского метрополитена. Он является старейшим метромостом в России. Движение поездов до станции Киевская открыто 20 марта 1937 года. Авторы проектов, инженеры Поликарпов, Антонов, архитекторы братья Константин Яковлев и Юрий Яковлев. Перед началом строительства второй очереди метрополитена был проведен конкурс проектов оформления моста и из предложенных вариантов был избран самый скромный. Мост украшен лишь стальной эмблемой метрополитена в замке свода и чугунными вазами на береговых устоях. Мост двухпутный, шириной между пути 3,5 метра. Трасса его в целом прямолинейная, а на правом берегу при выходе с моста, начиная закрывая трассу, уходит на юг к Киевскому вокзалу. Речные устои моста опираются на массивные плоские кессоны. Ну и в основе моста две пологие главные арки длиной 150 метров со стрелой подъема 11 метров. Материал сталь. 5 апреля 1953 года движение поездов Арбатско-Филевской линии было переведено на новую линию глубокого заложения с переименованием линии в Арбатско-Покровскому. И Арбатско-Покровскую регулярное движение по мосту было прекращено. Оно было возобновлено 7 ноября 1958 года с открытием новой Филевской линии, использовавшей метромост и станции 1935-1937 годов постройки. В 1978 году подходы к мосту были накрыты шумопроглащающим коробом. Открытым остался только участок над набережными и над рекой. Ну, поезд неоднократно... Ой, поезд. Мост неоднократно был снят в кино. Например, в фильме «Верные друзья» показан смоленский метромост на фоне строящейся гостиницы «Украина». Также показана панорама метромоста с 32-го этажа строящейся гостиницы. В фильме «Берелись автомобиля» береговую часть моста со стороны Смоленской и проезжающие по ней поезда тоже можно видеть. В фильме «Семь нянек» показаны виды набережной Москва-реки из окна поезда метро, когда поезд въезжает на Смоленский мост. Ну, еще раз здесь. «Джентльмен удачи» фильм. Показаны виды набережной Москва-реки, а также здания Министерства иностранных дел. В фильме «Опасные друзья» показан смоленский метромост на фоне праздничной иллюминации и салюта. В фильме «Страховой агент» тоже показан метромост. В фильме «Ехали в трамвае» Ильфа-Петров. Там панорамный вид во время проезда поезда по мосту. А мы с вами сейчас вот с правой стороны подходим уже к посольству Великобритании. Это новое современное здание с черной крышей. Это все вот эти дома, о которых я вам говорила, генеральские. А прямо перед нами вы видите Белый дом вдалеке. Там площадь Свободы, Свободной России. А справа это как раз вот сейчас новое здание. Это посольство Великобритании. Оно занимает там целый квартал и выходит вот на набережную и в переулок. Как раз перед этим посольством и стоит памятник, о котором я говорила в начале видео, Шерлот Холмс и доктор Ватсон. И они на самом деле похожи на героев, на артистов, которые исполняли этих персонажей. То есть Холмс похож на Ливанова, а доктор Ватсон похож на Виталия Соломина. И сейчас мы потихонечку туда дойдем, пройдемся. Вы еще полюбуетесь этой замечательной набережной в солнечный день. И я вам покажу этот памятник. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. В общем, наши на набережной возле английского посольства. И на самом деле очень давно хотела этот памятник посмотреть. Я читала, что есть такие интересные памятники в Москве. И про этот памятник я здесь сто раз уже ходила вокруг да около. Вот около Белого дома была. Там вот на том мосту была. С той стороны на Смоленке была. А вот сюда как-то вот... Даже вот в этом переулке рядом, который, забыла, как он называется, вот возле посольства, я там тоже снимала. А вот сюда не заворачивала никогда. И вот памятник этот как бы не видела и не снимала. И вот сегодня это... Сегодня это премьера. Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсон на Смоленской набережной в Москве. Так что я думаю, вам понравится сегодняшняя прогулка. Как видите, мы нашли с вами интересные моменты на Смоленской набережной. И вот этот дом, который прямо... Вот он построен в 30-е годы. Это генеральский дом. Как я сказала, да, уже наркомата. Я уже в этих домах, честно говоря, тут запуталась. Они все похожи. Все сталинские вот эти вот сталинские постройки. Ну, вот такая набережная. И вот мы сейчас перейдем как раз к посольству и посмотрим на памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону. Вот он вдалеке. Сейчас подойду поближе. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Ну, на сегодня это все. Я всем желаю здоровья, добра, удачи. И жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем большое спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok